Если вы хотите узнать о том, какое обновление выйдет на Arizona Roleplay в ближайшее время, и причем тут коронавирус или коранови-вирус, то досмотрите данный видеоролик до самого конца. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Но перед всем этим, Arizona Roleplay Phoenix IP, а также мой никнейм Данте Кондор находится в описании данного видеоролика, поэтому переходите в описание и ознакомливайтесь со всей этой информацией именно там. Там же есть ссылочка на мой телеграм-канал, перейдя на который вы сможете узнавать обо всех новых видеороликах раньше остальных, а также я туда бывает что-то пишу. Да. Знаменательная сегодня у нас новость. Наконец-то я рассказываю, знаете ли, не про какого-то там очередного GTA Samp ютубера, не про какой-то там, знаете ли, очередной GTA Samp сервер, не про какого-то очередного GTA Samp ютубера, переходящего на очередной GTA Samp сервер, а про что-то реально такое нужное и годное. Правда, немного жалко, что вот опоздала команда Arizona Roleplay со всем этим трендом и вот со всей вот этой вот штукой, со всем остальным, но знаете ли в чем дело? Ну что-то вот я прям не знаю, вот что-то вот тут я прям не знаю, ладно, давайте обо всем по порядку. В общем-то, в ближайшем обновлении, как сообщает одно авторитетное издание, на проекте Arizona Roleplay добавят коронавирус. Он будет передаваться между игроками, я пока что до сих пор не знаю, что это значит, как все это будет реализовано и так далее, потому что непонятно. То ли тебе нужно будет просто, знаете ли, отыграть парочку диалоговых команд там вместе с этим челом, либо просто, знаете ли, как-то списаться, либо просто там посмотреть на него через правую кнопку мыши. Если кто не знает, то на Arizona Roleplay, если вы наведете таргет на какого-то человека, то там выведется такое, я не знаю, ролеплейная отыгровка о том, что, мол, смотрит на вас. Типа вот этот вот персонаж с таким вот никнеймом смотрит на вас или смотрит там на какого-то определенного персонажа. Если, допустим, персонаж 1 смотрит на персонажа 2 и все это выводится для каких-то третьих персонажей, которые все это видят и такие типа да. То есть пока что непонятно, как все это будет передаваться, однако, однако есть кое-какие дополнения. То есть если персонаж начинает кашлять и об этом сообщается, то нужно будет использовать антибиотик. Найти его можно будет в больнице или там скрафтить или на рынке его купить у тех людей, которые нашли его либо в больнице, либо скрафтили. Вот то есть непонятно пока, что будет ли продаваться данный антибиотик за реальные деньги, реальные рубли, доллары, гривни, евро, там прочие вот эти вот штуки. Либо же за игровую валюту, либо же за и то, и то можно будет все это приобрести. Ведь по сути реальные деньги это та же самая игровая валюта. Да и игровая валюта по сути те же самые деньги, просто уже с меньшим курсом. Но, упс, я вам это не говорил вообще никак. Так вот, в общем-то многие, ну некоторые, единицы, десятки, еще какие-то люди начали писать, мол, ну как же так, блядь, ну что такое, люди, блядь, умирают, а вот такое вот, блядь, делают. Ну вы че, серьезно, вы че, вы, блядь, ебете мозг, вот это вот все делаете. Ну что, Аризона, блядь, РПГ, зачем, зачем. То есть, ну что это такое. И тем более, то есть там нашлись уже, знаете ли, многие вот эти вот эксперты в фармацептии и всего вот этого вот, и говорят, что антибиотик, он убивает бактерии, а не вирус. И то есть, многие, наверное, знают, что антибиотик, он убивает как и хорошие бактерии, так и плохие. И поэтому после приема антибиотиков нужно попить каких-нибудь, там, я не знаю, йогуртов полезных, там, еще чуть-чуть молочка, там, еще каких-нибудь вот этих вот, знаете ли, всех вещей. Вот, птичка недавно начерикала, что те, кто в машину садятся, вирусами после этого не болеют. Может, проверим? И, значит, что я могу сказать? Типа, ну, ну, серьезно, серьезно, типа, кому-то вообще вот есть до этого какое-то дело. Разумеется, разумеется, то есть, обновление охуительное, классное. То есть, помимо того, что там будет еще какой-то спектр огромнейших обновлений, каких-то ченч-логов, багфиксов и вот всего-всего прочего, помимо этого добавят вот такую вот штуку. Почему раньше ее не добавили, там, на какие-нибудь вот эти вот сервера? Я не понимаю. То есть, тема хайповая, тема классная, с ней можно, там, знаете ли, добавить ее к себе на сервера, после чего с этой самой темой запустить какую-нибудь таргетированную рекламу ВКонтакте. И это принесет большие и большие плоды для абсолютно всех людей, которые эту самую рекламную кампанию просматривают, смотрят и делают с ней все остальные вещи. То есть, как по мне, это гениальная вещь, и пацаны с Аризоны молодцы, что таким образом привлекают новую аудиторию и зарабатывают деньги. Возможно, с моральной точки зрения это не особо правильно, но камон, блять, ну серьезно, пацаны, давайте вот просто поговорим с вами серьезно. Кого-то вообще-то ебет, никого, абсолютно. Поэтому, что я вам могу сказать, IP Аризона или PlayFenix находится в описании данного видеоролика, лечите коронавирус только там. А там же, так же, там же есть ссылочка на мой телеграм-канал, заходите туда и многое другое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!